Из-за отсутствия круглогодичной дороги путь до Сеген-Кюэля и Кобяйского района не близкий и не самый комфортный. В город местные жители ездят только по крайней необходимости. Но в скором времени эта проблема может решиться. Тему продолжит Виталий Абрамов. Отличник образования Якутии. 75-летняя Марфа Михайловна Протодиаконова прожила всю жизнь у подножия Верхоянского хребта в небольшом селе Сеген-Кюэль Кобяйского улуса. И вот Шрана вспоминает о том, как они добирались до центра республики. Раньше на лошадях. Только до Батамая добирались в течение двух дней. А вот оттуда уже как договорище с местными. Или на почтовом катере. Так доходило до четырех дней. А с появлением автомобилей стали добираться за двое суток. С тех пор ситуация улучшилась, но не намного. Среднее время пути до села зимой – шесть часов. Лично мы ехали семь с половиной и по пути видели застрявшие еще летом трактора, которые так и не смогли вытащить. Самый трудный участок – это двухкилометровая местность Аргалы, которую в остальное время года невозможно проехать. Однако с этой весны ситуация может измениться. Приход промышленников в район начал давать свои плоды. Мы сейчас как раз находимся на участке Аргалы. Вот они говорят, что они с Батамая до сюда едут три часа, а вот эти два километра они иногда едут неделю. На отсыпке дороги задействовано 7 единиц техники. Скальник берут у речки Тумара и выравнивают метровый слой. Таким образом должны уложить более 8 тысяч кубов ПГС. Ямы там, как летом глава показал, там болотина, там больше полтора метра, а так метр. За день каждый самосвал выполняет по 15 рейсов. Мужики живут в самом селе, так что работают допоздна. И надеются закончить до середины следующей недели. Мы сами заинтересованы, чтобы дорога была хорошей, так как наши груза тоже должны идти по этой дороге. А в самом селе, конечно же, все рады, что злополучный участок наконец начали ремонтировать. Конечно, хорошо, что наконец обратили на нас внимание, но хотелось бы, чтобы такие работы продолжались. От дороги у нас зависит все. Взять хотя бы цену на продукт. От этой дороги зависит жизнь не только этого, но и следующего села – Себян-Кёль, где проживает еще около тысячи человек. Если мы будем каждый год вот так отремонтировать, то у нас уже будет зимник продленного действия. То есть зимник продленного действия, понимается, то, что все равно идет отсыпка. Это не зимник, а можно и даже летом пользоваться. Так что от этой дороги в буквальном смысле зависит жизнь полутора тысяч человек. А в теории она может дойти и до Верхоянска.